Это программа «День с толком» В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Рабочие котельных в Благовещенке готовы бастовать, лишь бы получить зарплату за осенние месяцы. В лесах края ведут омоложение фонда. Они вроде и живые, но нет, я говорю, она уже на 70% она мертвая. В Барнауле прошел международный турнир по кунг-фу. Казахи, кыргызцы и даже китайцы всех возрастов чтили память Брюса Ли. Но в начале выпуска важная информация для льготников. Закрывать аптеки, в которых предоставляют льготные лекарства, в Барнауле не будут. Эту информацию подтвердили в региональном Минздраве. Напомним, несколько месяцев назад появились сообщения о банкротстве двух аптечных сетей. Их, а это аптека номер 132 и 306, передали в краевую собственность, и они продолжат свое существование. В профильном министерстве также уверяют, что в городе появится и новый пункт выдачи льготных лекарств на Красноармейском проспекте. Всего же в Барнауле сейчас работает 18 аптек, в которых выдают препараты льготника. Температура в домах жителей рабочего поселка Благовещенко с сегодняшнего дня начнет опускаться. Подачу тепла снижают на трех котельных предприятиях «Теплосервис». Это вынужденные меры. Сотрудникам этих котельных месяцами задерживают зарплату. В чем причина и можно ли исправить ситуацию, расскажем в нашем материале. Собственник ТЭЦ Ярового, где не так давно пришлось вводить режим ЧС, потому что город замерзал, Константин Вальтер. Он же, как мы выяснили сегодня, владеет тремя из восьми котельных в рабочем поселке Благовещенко. Если раньше деньги рабочим котельной хоть как-то выплачивали, то сейчас задерживают регулярно. В ноябре сотрудникам теплосервиса пришлось даже бастовать, чтобы получить то, что заработали. Сейчас уже 23 дня задержка аванса и зарплаты неделя уже как должны отдать. А результатов нет. Сейчас Новый год. До Нового года, если мы ничего не получим, после Нового года вообще неизвестно, что будет. В местной администрации нам рассказали, что о проблеме знают и даже всячески пытаются ее решить. По их словам, директор теплосервиса уволился в начале декабря, как собственная бухгалтерия. К тому же счета предприятия арестованы. Местные власти ведут переговоры с Вальтером, но пока до Благовещенки он так и не доехал. Вы когда планируете выдать им зарплату? Или теперь это вообще непонятно? Мы готовы сегодня ее отдать. Если был бы кто-то руководитель на предприятии, остались одни кочегары. Деньги-то есть, граждане-то платят. МУП собирает эти деньги, касса у МУПа, потому что они единая теплоснабжающая организация. Вопрос завис, как их дать законные основания. В планах администрации вернуть котельные МУПу, а значит выкупить их у Вальтера. В цене пока не сошлись, да и оказалось, что котельный собственник в свое время не поставил на кадастровый учет. Между тем рабочие котельных написали письма в прокуратуру, а также губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации, пока она не оказалась столь же плачевной, как в свое время в Яровом. Татьяна Голубева, День с толком. Снова сквер, снова рубка деревьев и, видимо, предстоящая рубка общественников и руководства ВУЗа. Алтайский государственный университет хочет построить на площади Сахарова новый корпус. Для этого придется вырубить часть сквера перед уже существующим корпусом АГУ. Как смотрят на это общественники, только что отбившие другой сквер на Сахарова, узнаете из нашего сюжета. Дело завязалось еще зимой. Возможно, так когда-то скажут про конфликт общественников и ВУЗа. А он, судя по всему, не за лесами. Классический университет хочет построить новый корпус на своей территории. Правда, для этого придется вырубить часть сквера. Хорошая елочка, но все больше шансов здесь, в центре города, остаться только при таких искусственных деревьях. Потому что если здесь одобрят строительство нового корпуса, то вот этой только части, но все же части сквера мы лишимся. Этому не рада Татьяна Труфанова, которая выступала за сохранение другого сквера на Сахарова. Ее, в числе прочих общественников, ВУЗ пригласил на обсуждение строительства корпуса. Мы, как дошли на эту встречу, мы ждали, что нам скажут, что есть определенное количество студентов. Они должны обеспечиваться таким-то количеством площадей. Вот этих вот цифр, обосновывающих появление новых учебных площадей, нам озвучено не было. По словам Татьяны, на встрече привели только число бюджетных мест, которые ВУЗ получит в следующем году. И необычный аргумент. Чтобы попасть в туалеты, студенты стоят в очередях. Значит, нужно развивать имущественный комплекс. Только не в ущерб зеленым зонам, говорит Лариса Вигант. Это она когда-то подняла общественность на защиту изумрудного. В принципе, я за зелень в городе. В любых участках, в любых проявлениях. Потому что город должен иметь зеленый щит. Если его не будет, всяческие разговоры о национальном здоровье просто бессмысленны. Поэтому я за зелень. Но в каждом отдельном случае все-таки правильно привлекать специалистов. Своё мнение высказали и горожане. Очень мне не нравится. Просто очень. Последнюю зелень вырубаете в центре. Зачем? Кто? Чё они в кабинетах там сидят? Чё о чём думают? О себе? Они-то живут за городом, правильно? Они здесь не живут. Ну, на самом деле, нам очень нравится этот сквер. И когда тепло, мы постоянно сидим на различных пледах. Отдыхаем. И, ну, не знаю, я не очень хорошо отношусь, на самом деле, к этому. Дополнительный корпус и деревья вырубают не лучше. Не, я отрицательно к такой фигне отношусь. Если здесь и появится не фигня, а корпус классического университета, то вполне законно. Согласно кадастру, сквер и действующее здание находятся на одном и том же участке, который размежован под корпус с научной библиотекой. Проект готовился давно. Вот эскиз. А так здание выглядит на плане, выделено красным. Общественники пытаются отдёрнуть руку, занесённую над сквером. Будут предлагать другие территории для строительства. Теперь слово за вузом в этой новой скверной истории. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Ну, а между тем, в лесничествах края сейчас занимаются обновлением лесного фонда. Убирают старые ветхие берёзы и сосны, чтобы на их месте появились молодые деревья. Работы много проводят и контролируют её люди, которые всю жизнь посвятили лесу. И менять его на офис не собираются. Один из таких преданных природе Александр Гришков – лесовод с 40-летним стажем. Вот всё, что голубое, вот это голубое, ну, синее, голубое – это берёза. Всё, что рыжая сосна, где-то ещё кусочек с елями и даже квадратный метр кедра. Александр Гришков отвечает за состояние более 13 тысяч гектаров леса. Они вроде и живые, но нет, я говорю, она уже на 70%, она мёртвая. Этим берёзам под 80%. Простоят и дольше, но это опасно, говорит Александр Валентинович. Ветхие рано или поздно они не выдержат и упасть могут на грибников. Осенью здесь полно опят. А при пожаре лишь ускорят движение пламени и затруднят проезд, как здесь. Поэтому лесники и берут в руки пилу. Лес просто ложится. Природа может отрегулировать. Через смену пород, то есть вот она сосну положит, на этом месте вырастет лиственное насаждение. Потом, может быть, только возобновится сосновая. То есть только через смену пород, но представляете, сто лет надо. И вот наглядный признак старости дерева – тёмная сердцевина. Вот, видите? Сердцевинный гниль. Да, это вешеная. Да. А вот? Вроде видно. Нет, вот её видно. Вот, вот видно. Вот видите, она цвет, у неё цвет другой. Если её оставить на корню, дерево, вот здесь всё будет увеличиваться. Вот такие вещи, они дойдут и сюда. Некоторые называют лесоводов варварами, говорит Александр Валентинович. Причём за 40 лет в профессии слышит это лишь в последние годы. Неприятно, признаётся он. И приводит в пример мир человека. Ведь молодым нужно куда-то в прямом смысле расти. Поэтому и важен труд лесовода. Только они охраняют бары от пожаров, проводят рубки ухода, создают новые леса. Площадь нужна была один гектар. Мы запроектировали и посадили там культуры. Вот там не было ничего. Понимаете? Вот прошло 20 лет. 20 лет прошло, а сейчас там уже масляты. Первое впечатление такое, что да, вот пришли, далеко не созидатели. А вот знаете, спустя 5 лет, возьмём срок, 5 лет, вот там уже видно, что лесу хорошо. То есть там подрост пошёл, он уже хороший, 5-летний. То есть он вот такой. Не такой, если вот здесь найти её, она ростиком такая же, вот метр. А возраст ей лет 30. А этот 5 лет вот такой. То есть её видно, он весёлый, жизнеспособный такой. И оставлять его без присмотра Александр Гришков пока не собирается. Скоро отметит на карте новые участки молодившегося леса. Кстати, за 12 лет площадь только ленточных боров в Алтайском крае увеличилась на 50 тысяч гектаров. Зрители телеканала Толк скоро увидят знакомые лица наших журналистов в музыкальном клипе. Наша редакция записала совместную песню. Текст и музыку уже по доброй традиции предоставил автор и исполнитель Лев Шапира. Где-то фальшиво, не вытягивая ноты, но с душой. Выйти к микрофону и спеть для кого-то уже подвиг. Звёзды телеэкрана признаются. Пришли, чтобы расслабиться, но оказалось, что петь куда сложнее, чем снимать репортажи. Я учился играть на гитаре для того, чтобы петь Высоцкого и Акуджаву. А получается только Мишу Круга. Вот мой уровень пения. Я просто выросла на песнях Наташи Королёвой. И с того момента, как я их послушала, я поняла, что мне очень нравится петь. Я пою в бобомо, пою в машине. Автор песни Лев Шапира. Известный композитор, певец. Кстати, Лев – бессменный музыкальный куратор наших журналистов. Под его надзором проходит запись каждой новогодней песни. Кстати, совет. Запись песни всем коллективам лучше любого тимбилдинга. Да и плюс сто пятьсот к новогоднему настроению. Я 31 декабря не садился за новогодний стол уже 20 с лишним лет. Поэтому у меня новогоднее настроение, оно не такое с салатом оливье, там с ёлкой связано. Оно немножко другое. Ну а что в итоге получилось из Творческого союза самых музыкальных журналистов телеканала Толк, покажем на этой неделе в наших выпусках новостей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В детских садах уже начали готовиться к Новому году. Новоалтайский частный детсад «Лучик» каждый год проводит праздничные утренники для всех желающих. «Лучик» – обычный детский сад. Здесь с детьми читают книжки, играют, готовят к школе. И так уже семь лет. Только воспитанников здесь меньше. Именно это помогает легче разобраться со всеми их капризами. Мышку, цыпленок. Это кто? Муравей. На развивающие занятия в «Лучик» ходит около 30 человек, еще 20 в группу дневного пребывания. Возраст детей от двух до пяти лет. Мы ведем, проводим утренники новогодние для детей с самого раннего возраста. То есть практически с годика до трех лет. Это вот прям наша аудитория. Утренники проходят весело. С подходом именно для малышей раннего возраста. С учетом возрастных особенностей. И все остаются довольны, счастливы. Дети уходят с подарками. Прийти на празднование этого Нового года может кто угодно. Двери детского сада «Лучик» открыты для всех малышей. Утренники пройдут 28 и 29 декабря. В субботу и воскресенье. Сейчас для гостей готовят танцы и песни. Придумывают интересные конкурсы. Над потолком уже висят шары, а на окнах снежинки. Осталось только дождаться Деда Мороза и Снегурочку и поставить елку. Международный турнир по кунг-фу «Путь дракона» прошел в Барнауле. На него съехались участники и мастера со всей России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Китая. Один из организаторов – директор школы кунг-фу в Барнауле Владимир Сурков. Соревнования проводят уже третий раз, а они посвящены мастеру кунг-фу Брюсу Ли. На первый взгляд боксерский ринг на самом деле – турнир по кунг-фу. Этот вид спорта привлекает многих. На соревнования в Барнаул приехало больше 400 участников. Со всей России, Казахстана, Кыргызстана и даже два участника из исторической родины – кунг-фу Китая. В кунг-фу очень много разнообразий, и каждый ребенок может попробовать себя здесь в своем направлении, увидеть и найти себя там, где ему интересно. Цепи, нунчаки, мячи разного размера и вида – контактные бои. Выбрать есть из чего. Некоторые спортсмены изучают сразу несколько разновидностей кунг-фу. Учатся этому искусству годами. Например, Леша Звонарев из Барнаула занимается этим спортом больше пяти лет. За эти годы он накопил достаточно побед и теперь пришел за новой. Мне нравятся мечи всякие, длинные, клетковые. Знаю я кулак, парное оружие, мунчаки всякие. Какие качества характера закаляют? Выносливость. Больше выносливость. На соревнованиях участники выступили в четырех направлениях, три из которых – боевые искусства и одно – демонстрация с оружием. Кстати, кунг-фу увлекаются и девочки. У них более плавная и грациозная техника, в отличие от мужской. Самому старшему спортсмену на турнире – 70 лет. Самому маленькому – 3,5 года. И, как ни странно, даже в таком возрасте спортсмены максимально сконцентрированы. Это же как игра. Дети не устают играть. И они играют очень интенсивно. И именно в игре они развиваются. Кто самый лучший тренер, говорят, в Китае? Вы думаете, кто? Не я, не кто-либо другой. Самый лучший тренер – это интерес. Вот тренер, если умеет развить в ребенке интерес, значит, все нормально. Значит, ребенок будет развиваться. На турнире было разыграно 170 золотых, 162 серебряных и 120 бронзовых медалей. Общего командного зачета не было. Среди победителей Федерации кунг-фу отметила Кыргызстан, Новосибирскую область, китайских спортсменов и, конечно, парнаульцев. Бонусом дети до 7 лет были награждены все до единого, чтобы мотивировать их на дальнейшие достижения. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.